Пойдем, чтобы Гуру Махараджа подключился. Сегодня еще у Гуру Махараджа вечером лекция в 7.30. Он сейчас в Бомбее, Каргар. Вот уже Гуру Махарадж включился. Гу Пава Кришна Госвами, Богот Пава Махараджа Киджа. Запись? Ну, Харе Кришна. Я очень счастлив всех вас видеть. Многих из вас я видел, когда вы приезжали на Картику в Индию. Но, конечно, не все смогли приехать. Yes, можете слышать меня, да? Yes, very good. It's clear. I hope all of you are doing well spiritually. If you are willing, I hope to be able to come to your country next May or so. When? А я, если Кришна позволит, я надеюсь, скоро приехать в вашу страну. I hope to be able to come. I hope to be able to come. Oh, just, just get it. Можно поближе подвинуться Вот камера вот там Наверху Они все в Москве? Да Вы можете видеть их? Они прямо здесь Бхатянанта Кришна Махарадша Амбариша Махарадша Шридар, да, рядом я вижу В Махарадже Шридар Yes Is that right? Yes So Махарадж Вы его путешествуете? He was traveling in the golden ring I'm very grateful for looking at the disciples Я очень благодарен, что Вы заботитесь о моих учениках в СНГ. Бхахтана Та Кришна Махараджи, как Ваш центр, как дела там? Я был у Вас пять лет назад. У Вас это же здание, да? Там все? Да, они имеют同じ здание, да? Шридан, в Миндаване, я не слышал, что сказал. Вы были в Миндаване, в Миндаване. Вы были в Миндаване, хорошо, все было. Я хотел сегодня обсудить с Вами кратко те наставления, которые Бешмадева давал, когда находился на смертельном ложе. А Бешмадева получил особое благословение в момент смерти. Он дал очень важное наставление всему человечеству. Первое наставление, которое Он дал, это то, чтобы не должны лгать. Но в обществе, в котором мы живем, ложь – это обычное дело. Так? Конечно, в отношениях с материалистами нам приходится иногда действовать тактично. Но когда мы в отношениях с преданными, мы должны всегда быть очень честными. И мы всегда должны избегать лжи. Мы должны также относиться ко всем равно. И также Он сказал, что нужно равно раздавать богатство. Мы видим, что в современном обществе есть люди богатые, есть люди бедные. И богатые становятся только богаче. В вашей стране есть олигархи. И это происходит из-за того, что богатство не распределяется равно среди людей. И из-за этого люди разочарованы. А Шила Парупада говорил, что мы верим в духовный коммунизм. А Шила Парупада дал нам удивительный, уникальный дар сознания Кришны. Насколько я слышал, преданные продолжают с энтузиазмом служить, несмотря на войну. Сейчас в материальном мире люди полны беспокойств. Сейчас ситуация исполнена беспокойств. И беспокойство все больше и больше становится. Я немного поговорю, и потом могу ответить на ваши вопросы. Я знаю, что вы можете услышать? Да. Хорошо. А этот прекрасный дар сознания Кришны спасает нас сейчас в эту сложную ситуацию. Книги Шила Парупада – это уникальные книги. Как марафон хорошо прошел? Хороший был марафон? Да. 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 Сколько? 45 тысяч? Москва – номер один? Москва – номер один? Москва – номер один в России, да. Да. 45 тысяч книги были дистрибированы. Какие? 45 тысяч книги. О боже, это очень хорошо. Кришна Найка и Алматы тоже очень хорошо. Кришна Найка и Алматы тоже они многое распространили в книге. Итак, в Ведикой литературе вы не понимали нас. Вы не понимали правопады. Мы бы не смогли постичь Ведические Писания без помощи Шила Парупады. Что сделал Шила Парупада? Шила Парупада перевел Ведические Писания и снабдил их комментариями для нашего понимания. И в свои комментарии Шила Парупада включил комментарии предыдущих ачариев. Шила Парупада включил в свои комментарии суть, основную суть из комментариев Вишвана Найка Чакраварти от Хакура. И он изложил все это знание в доступном для нас формате, доступном для нашего понимания. И также он добавил свои комментарии к этому. А книги Шила Парупады, они уникальны, они отличаются от обычных каких-то религиозных писаний. Шила Парупада говорил, что сам Кришна диктовал ему эти комментарии. Он их записывал. Я надеюсь, что все вы следуете духовной практике с решимостью. Я хочу также попросить Амбариш Махараджа организовать регулярные такие лекции по Бхагаватам через Zoom для всех учеников СНГ. И самый важный аспект нашей духовной практики — это Святое Имя. Святое Имя нисходит из духовного мира. Рупага с вами удивительным образом описал, что Святое Имя сладко, как леденец. Но мы не способны ощутить сладость Святого Имени. Почему? Почему мы не можем ощутить сладость Святого Имени, Махараджа скажите? Как называется эта болезнь? Овидия. Невежество. У нас есть эта болезнь, которая называется Овидия, невежество. Невежество. Мы несчастны, поскольку у нас есть вот это Овидия, невежество. И мы не должны недооценивать Майю. Майя будет продолжать сбивать нас с толку. А она будет говорить, о, это не так важно все это, духовная практика не так важна. Мы должны продолжать повторять Святое Имя и оставаться в обществе преданных. Большинство из вас живут дома. И даже живя дома, вы должны повторять Святое Имя, слушать Бхагаву там. И, пожалуйста, сделайте, установите для себя такой принцип, приходить в храм хотя бы один раз в неделю по воскресеньям. Духовное общение очень важно, если мы хотим добиться успеха в духовной практике. Кто из вас ходит в храм хотя бы раз в неделю? Поднимите руки. Вы согласны о Борисовом Харадже, что надо ходить в храм? В Москве сейчас несколько храмов. Есть несколько групп храмов, которые выходят каждую неделю. Мы сейчас находимся в храме Каргар, это рядом с Бомбеем. Это час езды от храма в Джуху в Бомбее, этот новый храм. Есть ли какие-то вопросы у вас? Агнидхар. Я хотел также сказать об Агнидхаре, который недавно остался в Ялах. Кто из вас знал Агнидхара? Поднимите руки. Я помню, когда он присоединился к храму в Ярославле. Тогда Субал был президентом храма в Ярославле. Тогда еще был старый храм в Ярославле, старый дом. И Агнидхар как раз присоединился к Искону в этом храме. How long was the movement for? Fifteen years or so? He was for thirty-three years he served in the temple. Thirty-three years. In the beginning, one thing I saw, every time I came here, I had a different service. He was the leader of the year. He was the leader of the Lamb as needed. Он всегда был очень спокойный, умиротворенный. Он был готов выполнять любое служение, которое нужно было. Он был в пуджаре, он мыл кастрюли, готовил и делал все, что нужно. Я не видел никогда, чтобы он на кого-то злился или жаловался. Он всегда был очень смиренный, очень вежливый, очень скромный. И он оставил тело, ушел из-за того мира, очень благоприятные ситуации. Он ушел из этого мира, когда преданные вокруг него пели Киртон. Время очень быстро идет. Часики тикают, как говорится. Мы все находимся как в зале ожидания в аэропорту. В любой момент могут нас вызвать, объявить наше время на выход, объявить. Еще один ученик в Алмате, Бхагавадхарма, тоже остается. Кто из вас знал Бхагавадхарму? Я останавливался в его доме в Алмате много раз. И он тоже оставил тело несколько недель назад. За два дня до того, как он оставил тело, мы с ним говорили по телефону. За два дня до того, как он оставил тело. Еще одна ученица, насколько я знаю, в Москве тоже оставила тело. Рага Манджари, today there was a yagya for her benefit in the temple. Вишнурата пробудил the yagya fire. Екатеринбург, yes. Матаджи Чандана, Матаджи Чандана, from Екатеринбург, also left her body. Hare Krishna. Есть ли какие-то вопросы у вас? You know what I would like? If each of you can go around the room and say, what you want, what you're doing? Было бы хорошо, если бы как-то все могли представиться, сказать, какое служение вы делаете. А? Но это, наверное, долго займет времени, да. Какие-то вопросы? Лила Притя asks, can we hope that you would come to us in the summer time? Если Кришна позволит, но пока идет война, сложно. Из-за войны я, из-за этой ситуации, я не могу пока приехать, пред не беспокоиться. Russia is peaceful. А? Russia is peaceful. Moscow, yes. Things are peaceful here. At least in Moscow. You could come at least to Moscow. I definitely want to come. I miss you all more than you'll miss me. Sorry? I really miss Russian preaching. Я очень скучаю по проповеди в России, и я очень хочу приехать. Things are going very nicely to walk horrible, God. Sorry? Any other questions? Еще есть вопросы? Амбариша Махараджа asks whether you plan to come to Mayapur for GBC meeting and temple opening. Амбариша Махараджа is coming, yes. On the 12th, 12th, да? On the 12th? Боктор, on the 7th February, I'm going to Delhi. In a few days he will come to Delhi on Tuesday. He'll be in Delhi on Tuesday. When you're coming to Delhi, I'm going to Delhi extremely cold. Сейчас в Delhi очень холодно. I've been out of Delhi for five weeks. Я уже пять недель не в Delhi, потому что там очень холодно. Я после 10-го числа поеду в Delhi, скорее всего. You should let them know in Delhi, when you're coming, so they'll pick you up. Сообщи тогда, во сколько ты приезжаешь в Delhi, чтобы тебя встретили там. That's how they know. А? Sadhu Hridai. Sadhu Hridai. Will you come to my poor house? I hope so. Hmm? I hope so. Я надеюсь, да? Швидар Прабhu asks, what would be your instructions regarding the counseling system to your senior disciples? He's angry. Regarding what? Hmm? Repeat the question. He is asking about, what are your instructions regarding the counseling to your disciples? Counseling. Counseling system. I'm sorry, Eric. About counseling. You spoke counseling. Counseling. Counseling? Yes, counseling. Can I think counseling is a very good system? Да, это хорошо, чтобы была система наставничества. Я хочу попросить старших учеников, пожалуйста, делайте это служение, помогайте. Unfortunately, I haven't been able to come to Russia for three years, but I feel very concerned about the spiritual welfare. Sorry. К несчастью, я уже несколько лет не приезжал в вашу страну, и я беспокоюсь о духовном благе учеников. И я благодарен, что Амбариш Махараджи ездит по всей стране и поддерживает учеников. Амбариш Махараджи ездит по всей стране и поддерживает учеников. Амбариш Махараджи путешествует по Золотому кольцу. Но в Москве также нужны, чтобы были наставники. Я хочу попросить Бхактинанта, Амбариш Махараджи, Амбариш Махараджи, Швидара и других предных собраться, чтобы составить список тех предных, которые могут быть наставниками здесь, в Москве. Спасибо. Махараджи. Амбариш Махараджи. Я просто хочу сказать, что мы планируем Гита contest, как в то же время в Индии. В то же время в Индии. Мы должны быть наставниками. в Индии. Это идея. Это идея. Сколько там учеников? 400. 400. Это все индейцы, да? Да. И даже некоторые урвы они там. Да, Гита — это книга, вселенская книга, знания. Это не просто индийская или восточная книга. Кришна говорит, Ахамбиджапрадахпита, я отец всех живых существ. То есть, Гита — это книга вечной мудрости для всех. Бхатчанатакришна, Махараджа, has a question. Да, пожалуйста. Потому что у нас осталось минут десять. Бхатчанатакришна, Махараджа, together with Yaduraj Prabhu, they will bring the group of devotees to India for pilgrimage to Vrindavan. So, they ask for your blessings. And they will start on 29th of February. They will come to India. Who is coming to India? Бхатчанатакришна, Махараджа, together with Yaduraj Prabhu, and they will bring the group of devotees. Сколько приятных? Сколько приятных? Когда вы приезжаете? Когда вы приезжаете? Ну, я надеюсь, что мы встретимся с вами там, когда вы будете. Yes. Вопрос к сыну моему. Как у тебя дела? Так, продолжаешь учиться? He is doing postgraduate studies. He is doing his PhD thesis for third year already. Yes, he is doing postgraduate studies. And he works in the scientific institute, in the laboratory, chemical laboratory. Очень хорошо. He comes every week to the temple to help in Pudjari department. He is a good boy. Хороший мальчик. The Ud is so polluted. Sorry? The Ud of all the countries, including India, are so polluted. The youth of the parent generation, the way it's polluted. So, you'll come and preach from time to the Indian youth. You know, we have a lot of Russian devotees who are speaking in India now. Now, in India, we have 9 Russian devotees. And in Delhi, we have 9 Russian devotees. In Delhi, we have 9 Russian devotees. And they go every day. And they go every day every day. In Dauvany, there is a Russian and the Sancturton party. They go every day. And they go every day. And we have 9 Russian and the Sancturton party also. And all the Brahmachari go back to Russia. Я говорю всем брахмачариям возвращаться в Россию. Я не хотел, чтобы они оставались все в Индии, потому что тогда не будет брахмачарев в России. Ну, некоторые из них по определенным причинам не хотят возвращаться. Да, вот это хорошая идея, что вы хотите организовать. Конкурс по Бхагавадгите в Индийской школе. У нас осталось всего пару минут еще, да? Индра, как у вас дела? У вас хорошо видно. Как Друва? Друва, he is taking care of his children. С вами живут дети? А, с Друвой. His children often spend time with Друва now. И Гиридари Парабу is also here. Хорошо. Я могу видеть это на роде, тоже. Сор? Я могу видеть это на роде, тоже. Да, я могу видеть это на роде, тоже. Да, я могу видеть это на роде, тоже. Да. Я могу видеть это на роде. become steady and we won't lose our enthusiasm. How to reach the stage of steady service without losing enthusiasm? That we serve steadily without losing enthusiasm. If you chant your own and understand the service of the Supreme Lord, then you're going to get it. If you're going to хорошо повторять мантру, круги и понимать, что это служение Верховному Господу, то вы не будете терять enthusiasm. Главное – это повторение мантры. Если вы будете повторять Святоимя, находиться в обществе преданных, то вы не будете терять enthusiasm. Why should we not be enthusiastic? Sorry? Why should we not be enthusiastic? Почему мы не должны быть? Почему у нас не должно быть энтузиазма? Мы же служим Верховному Господу. Мы не служим какому-то обычной личности. Мы служим Верховному Господу. Are you sitting in the Moscow temple? Yes. This is Kusinina temple, yes. Moscow temple. Are you in the temple hall? Huh? In the temple room. Are you in the temple room? Yes, we are in the temple room. Can I can't go towards the degree? Hmm? You are in this room? You are in this room where you are? Yes, the deities are closed now. They are taking rest now. Okay. В Rupa Ghaslami в Upad-Ishamriti очень хорошо описывает о том, как сохранять энтузиазм. Thank you. Yes, I have a question. How many of you are planning to come to Mayapur? Who? How many of you are going to Mayapur or Vrindavun? Who are coming to Mayapur or Vrindavun? Put your hands now. Who is going to Mayapur or Vrindavun? I think many of you came in Karthik. Many of you came in Karthik. Yes. 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 More questions. Еще есть вопросы? Говорите тогда. His question is When we distribute books or preach Whom we should first satisfy Все, закончилось Можно попробовать еще Но я думаю уже Попробуйте, да Да нет, потом